14 октября ярославцы, пришедшие на выборы, смогут принять участие в опросе. Он касается строительства в охранной зоне ЮНЕСКО. В Ярославском городском центре изучения общественного мнения открыта горячая линия. Позвонив, каждый ярославец получит исчерпывающую информацию о предстоящем общегородском опросе. Здравствуйте, вы позвонили на горячую линию ЦМС. Меня зовут Иван, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Позвонили на горячую линию ЦМС. Горячая линия открыта ежедневно. Позвонив по номеру 727201, каждый ярославец сможет уточнить, где и как он сможет выразить свое отношение к поднимаемым проблемам опроса общественного мнения. 14 октября в непосредственной близости от участков, насколько это позволяет законодательство, будут стоять волонтеры ЦМС. Они будут в специальных жилетах. Сзади будет написано, что это городской центр изучения общественного мнения. И гражданам будет предлагаться ответить на два вопроса. Значит, нужна ли городу колокольня или звонница, да или нет. И нужна ли городу гостиница. Опросный лист тоже уже подготовлен. В нем нужно будет указать пол, возраст, поставить личную подпись, выразить согласие или несогласие с предлагаемыми вопросами. С сегодняшнего числа стартует разъяснительная работа через телевидение, через радио. И это будет хоть и день голосования, но никакой политики здесь не будет. Здесь никакой агитации не будет. Мы это не допустим нарушение ни малейшего закона. Я предлагаю всем партиям абсолютно принять участие, может быть, в том, чтобы помочь нам найти волонтеров. Идею с проведением общегородского опроса поддержал и побывавший сегодня в Ярославле вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Мне кажется, что это новое в политической культуре в стране. И когда сегодня главы муниципальных образований, мэры городов обращаются к гражданам по тому или иному вопросу, который затрагивает в принципе всех, спросить их мнение, мне кажется, это здорово. И еще раз хочу сказать, что партия Единая Россия эту позицию поддерживает.